Я сейчас прочитаю еще очень важную главу. Джон и Барбара, они общаются друг с другом. Он ее видит только за пределами вот этой вот манипуляционной комнаты, где я собускаю на салон, где он играет. Она его видит, он ее нет. И в конце-то концов все действие должно связаться с тому, что атлантиды жрица должна помочь Роуз, вот помочь Роуз, накопить такую энергетику, в ответственности себя и познании любви, чтобы он ее видит. Джон передал один бокал Барбаре, другой взял сам. Я хочу выпить за самую чудесную и восхитительную музыку в моей жизни. За тебя, Барбара. Барбара улыбнулась. Два бокала издали нежный звук поцелуйного соприкосновения. Шампанское нежным вдохновением заполнилось сердце реальностью счастья. Танец трансформировался в упоительную симфонию прозрения, когда тишина, полнее любого словосочетания, а случайное касание, откровение объятий. Господи, кто придумал этот напиток? Кто смог так чудесно соединить земное материальное с прозреческим светом солнца, растворенным в пузырьках таинственной бесцветностью? Кто тот мастер, написавший первым по территорию радости, догадавшийся о высокой востребованности человеком напитка любви? Каким образом ему стало известно о свидании Барбара и Джона? Откуда к нему пришла весть о необходимости божественного наркоза, блокированием памяти о прошлом, опыте? Шампанское давало силы заново учиться, пышать, любить, жить. Залучала музыка. Удивления не было. По сравнению с другими чудесами вечера, звук, дополняющий гармонию с отдыханием мужчины и женщины, нежная мелодия гитары и саксофона, был естественным и чудесным. Жон обнял Барбара, и они тихо, словно очувствуя проявляющиеся крылья, соскользили в танцы. Каюта исчезла. Звезды таинственным светом незаметно высвечивали путь вечности. Дум не молодым и вечно юным человеком, любовь которых уводила их обоих за горизонт обычного человеческого мира пребывания. Привычная реальность на глазах таяла, передавая все накопления новому неведомому состоянию. И это новое наполняло окружающий мир необыкновенными запахами, звуками, ощущениями. Поцелуй остановил время с соприкосновением губ. Исчезли мужчина и женщина, как отдельность. Рождался человек, слабый и сильный, мужественный и нежный, наивно детский и умудренно взрослый. Позже, потом, предстояло этому человеку раствориться в любящих сердцах мужчины и женщины, навсегда утверждая чудо-съединенности, красотой взаимопонимания. Позже, потом, понадобится терпимость и ответственность в принимании себя искренним и естественным, лишенным обычной защиты от насмешек замедленной толпы. Но все позже, потом. Восхитительная первозданность момента рассвечилась ароматом всесильного сейчас, соединяющим прошлое, настоящее и будущее огненным букетом силы первоисточника. Вечность утверждалась каждым вздохом, освобождаясь от обычных заблуждений, невежественного всезнания. Вечернее платье Барбары вдруг начало растворяться. Она не успела удивиться восхитительному освобождению из прекрасных оков, как открылась девичья грудь, плоский животик. Последним аргументом игры в условностях оставались маленькие трусики телесного цвета. Вместе с платьем таяла отдельность Барбары от гармоничных потоков жизни. Жон нежно и трепетно целовал грудь, гладил ее ноги, его губы выцеловывали подбородок Барбары, затем изгиб шеи. Жон не целовал, но молился. Он совершал обряд поклонения совершенству природы, сдавал экзамен на готовность быть принятым святаясь в их существовании. Экзамен на право быть человека. Барбара теряла реальность, и возвращаясь, никак не могла поверить, что это она, Барбара, онеживается восхитительным любимым, что это она участвует в головокружительном обряде поклонения мужчины, женщины. Впервые за многие годы она чувствовала себя именно с женщиной, сильной и любимой, красивой и неземной. Жон исследовал Барбару, каждым прикосновением рождая одному ему слышимую музыку. Его руки синхронно губам развертывали полотно уникальной симфонии, для исполнения которой известные инструменты были бы очень грубыми, и требовали сильные, с иной настройкой. И какой инструмент мог сравниться в силе искренности передачи музыки любви с воображением влюбленного? Язык соскользил по шее вниз, поцелулю его крестом на грудь, а неживые небольшие соски, маленький аккуратный пупочек, и не задерживаясь губы, в следующее мгновение коснулись шелковой поверхности бедер. Жон хотел перевернуть Барбару, чтобы укротить трепетным поцелуем тайну спины, но Барбара сама перевернула Джона на спину и поцеловала его сверху в губы. Она словно впитывала какие-то невидимые, источниковые импульсы, нежно касаясь десен, покусывая язык, ласкаивая и расслабляя. Она совсем по-детски, чуть касаясь губами поверхности кожи, целовала лоб, глаза, руки. Жон при каждом поцелуе вздрагивал от неожиданных и непривычных ласок, и ответ благодарно гладил спину Барбары, ласкал грудь, свисающую над его телом грозью диковинного цветка жизни. Барбара встала с колен и склонилась к поцелуе коленей Джона. Напряжение исчезло, и вместе с ним растворилась без остатки чужесть, уступая место родственности и единости. Барбара нежно целовала Джона, зажигаясь его возбуждением. Он потянул Барбару вверх, не давая передышки ее губам, слился с ним поцелую, потом бережно высказалась под Барбару, выцеловывая плечи, спину, спустившись в умрочительный поцелуй к двум красивым возвышенностям, с восхитительно торжественной царствующей пространством бессознательного, осознанной неги и вдохновения. Джон неожиданно провел языком по линии их соединения, потом нежно целовала каждую в отдельности, очерчивая языком точки перехода их в ноги. Некоторое время Барбара пыталась обнаружить действия Джона, какую-нибудь запланированность, привычность, но поцелуи его были переполнены такой искренностью, что подобные импровизации вполне заслуживали звания неповторимых. Барбара чувствовала совершенно естественно, но уникальная неразделенность перетекания физических ощущений в чувственное и обратно плавно размывали края обычных возможностей, проявляя совершенно невостребованное ранее беспредельные горизонты нежной соединенности. Барбара оплывала последними остатками здравомыслия. Первоначальная радость и предпоследование вдруг растаяла, обнажая снова с ног яркого и сильного источника жизненной силы. Ее тело потеряло границы, растворив привычную материальность, чувство беспредельной всесильной девственности. Исчезло не только тело. Барбара перестала ощущать собственное сердце. Вселенская слость была настолько полной, что в их поддержке потока требовала дополнительное наполнение. И Барбара со стоном потянула Джона вверх. И сосковавшиеся мыторства к противопоставлению другому, чужому, обычному, искусственному миру, два тела, уничтожая друг друга, в несколько мгновений соткали безмерное полотно алых парусов мечты. Чувства осыпались из лишней дисгармонии несоответствия. Обнажилась мечта, проявлялась крыльями задыхания и нераздельности. Бога нет. Потому что для соприкосновения с ним требуется безукоризненная трезвость и искренние естественности. А это дается готовности умереть в объятиях любимого, жертвуя всем и всеми. Любви нет. Потому что любовь не выживает рядом с практичностью и суетливым поиском выгоды. Тебя нет. Потому что как можно родиться, не растворившись на дороге любви в поисках Бога? Мира нет. Потому что мало способны жаждать прозрения любовью. Ничего нет. Потому что все сотворяется с соприкосновением сердец мужчин и женщин, открывшим дух, что Бог, любовь и ты сам и мир вокруг это просто. Когда любишь. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ